Всем привет! Я Вероника и в этом видео я покажу вам процесс создания ватной елочной игрушки ежик. Желаю всем приятного просмотра! Из небольшого куска хлопковой ваты формирую заготовку длиной около 6 сантиметров. Плотно сжимаю ее и обматываю ниткой. Добавляю ваты в область будущей мордочки. Вытягиваю немного кусочек, обматываю его ниткой, тем самым формируя носик. Окунаю заготовку в клейстер и обклеиваю ее ватой. Я использовала льняную вату. Наклеиваю и наматываю сразу несколько слоев, чтобы добиться необходимого объема. Мордочку я буду обклеивать ватой немного по-другому. На носик наклею небольшой тонкий кусочек, а щечки и лобик сделаю пушистыми. Для того, чтобы создать эффект пушистого меха, я не до конца промачиваю вату клейстером. Промачиваю ее только с той стороны, которая крепится к мордочке. Продавила небольшие углубления для глаз и вложила туда шарики, сформированные из ваты с клейстером. Закрепила сверху их тоненькими кусочками ваты. Сформировала ушки и закрепила их за мордочкой. Вытягиваю тонкую полосочку ваты, скатываю ее между пальцами и нарезаю на 8 небольших отрезков. Еще раз прокатываю их между пальцами. Укладываю полученные отрезки на небольшом кусочке смоченной в клейстере ваты. Таким образом формируются лапки ежа. Закрепляю лапки под мордочкой. Слегка углубляю их основание под шкурку. И расписываю ежа акварельными красками. Еголочки я прорисовываю акриловыми красками телесного цвета после полного высыхания акварельных красок. Субтитры создавал DimaTorzok С помощью шилы и клея гель момент устанавливаю штифт. Субтитры создавал DimaTorzok